Увиденное и услышанное приятно поразило. Так можно характеризовать сегодняшнюю рабочую поездку президента. Александр Лукашенко побывал в Ивевском районе Гродненской области. Глава государства рассказал, почему решил приехать именно сюда, хотя губернатор, откровенно признался, Александр Лукашенко уговаривал посетить другой регион. Ивья район отдаленный от областного центра и для власти в Гродно и других крупных городах большой соблазн уделять таким районам меньше внимания, сосредоточив усилия на бюджетно образующих регионах. Но таких ошибок категоричен президент быть не должно. Впрочем, тематика визита была широкой. Например, на предприятии по производству сельхозмашин неожиданно много говорили о деревообработке. Само собой, обсудили и текущие задачи. Главное сейчас уборочное. А в самом конце насыщенного дня Александр Лукашенко не обошел вниманием простых горожан, которые собрались в центре Ивья, чтобы пообщаться с президентом. В душевном разговоре было все. Подарки, селфи и даже немного искренних слез радости. Подробности у Натальи Стельмах. Предприятие «Лида Техмаш» выпускает сельскохозяйственную технику. Хотя правильнее было бы сказать, что ее здесь создают. Речь не о привычных сейлках и комбайнах. Большинство образцов уникальные и в основном предназначены для овощеводства. Один агрегат обрабатывает почву, второй высаживает культуру, третий собирает урожай. Причем все от капусты и картофеля до арбузов и хлопка. Это заказ Узбекистана. Около 80 наименований техники. И это четверть промышленного производства Ивьевского района. Эту технику никто выпускает, но она востребована. Хотя у нас немногочисленное конструкторское бюро в количестве пяти человек. Но мы способны спроектировать, испытать, изготовить. И поставляют. В страны СНГ и Европы свыше 80% продукции. На внутренний рынок остается немного. Спрос есть. А вот покупали отечественные фермеры еще недавно неохотно. Однако вопрос цены от 10 тысяч долларов за самый простой агрегат, можно сказать, решен. Технику можно брать в лизинг. Смысл есть. Если сравнивать с аналогами, белорусская выходит дешевле процентов на 40. Предприятие полностью частное, но интерес государства тоже есть. Это хотя бы рабочие места. Итак, этот завод 130 или сколько? 134 человека, средняя спечная численность. На этом заводе, да. А в городке Геранюны, вы там посещали, там 154 человека работающих. С чем они там занимаются? Аналогично два завода. Аналогично. Я оттуда начинал жить. Там купил колхозное здание запущенное. 29 лет. 29 лет назад. И потихоньку, потихоньку шел. Промышленный потенциал Ивовского района – это мои предприятия. Более две трети промышленной продукции и экспорта – это я. Кроме железа, у меня еще в Ивии есть дерево обрабатывающие. То есть Геранюн из нас в Лидии и дерево обрабатывающие. Я думал, я это неправильно услышал и хотел, чтобы… В Лидии, в Лидии, в Лидии. Я все покажу. Я клану к чему. Что, может, ну, разбогател немножко, чуть-чуть поможем, если нужно. Может быть, ты хочешь расшириться по деревообработке? К переработке мы еще вернемся. Пока же снова о технике. Таких производств у техмаша в Ильевском районе два. Но возникли они не с нуля. Это площадка – здание бывшего консервного завода. Оно много лет пустовало, и в 2012-м частный инвестор выкупил его всего за одну базовую величину. И сегодня строит здесь успешный бизнес. За первое полугодие 2019-го чистая прибыль – свыше миллиона рублей. Предложения стараются поддерживать на уровне спроса. Но потенциал, не скрывают, есть. Рынок для нее есть. Есть. Рынок для нее есть. 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 И понимаете, доля ручного труда? Почему с промышленности не скооперироваться и нашим промышленникам не делать, чтобы рынок занять? Ведь ручной труд дорожает, понимаете? Дорожает ручной труд. Кооперация с государством. Ну, ему, он, видишь, у него другая тактика. Мне другая тактика. Который не отдаст конструкторские идеи. Ну, почему не отдаст? Вы с ним еще не говорили. Может, он вместе с кем-то будет производить? Может, он вместе будет производить? Я понял, почему. Некоторые предприятия у нас рады, будут 25% от этого, а ему 75%. Все просто. Для роста производства нужны либо помощники, либо площади. А учитывая, что у этого частника нет задолженности ни перед сотрудниками, ни перед бюджетом, и в том и другом случае государство готово подставить плечо. А что, у нас в Беларуси нет заводов, чтобы ты взял готовый, да и привел в порядок и работал? Никто не предлагает. Мы предлагаем ему здесь, в Громе. Вот он купил в леде. Понимаете, Александр Жукович, тут не так все просто. Понимаете, взять завод, я понимаю, нужна сразу оборотка. Понимаете, нужна коммерческая служба. То есть взять завод, дальше что? Это надо вот так вот большим наскоком не всегда возьмем. Но если ты попросишь оборотку до двух лет, то мы тебе поможем. Я понимаю. А если ты скажешь, да, мне на пять лет, да... Я понимаю, что мне поможет, но мне что, оборотку надо потом повернуть, правильно? Ну, конечно. А я ведь человек из крестьян. Прежде чем что-то взять, я должен подумать, как отдать. Ну хорошо, я же себя не тороплю, ты подумай. Я подумаю. Повод подумать сегодня будет и у президента. Это и есть диалог бизнеса и власти. Но вернемся к демонстрации возможностей предприятия. К слову, она сегодня длилась почти два часа. Неудивительно, каждый агрегат — это уникальная технология. Чего стоит только этот? Убрав кукурузу или рапс, он измельчает пожнивные останки, возвращает их в почву, утрамбовывает ее и выравнивает за собой землю. После этого не нужно вспахивать. Главное, настаивает президент, запускать в массовое производство то, что будет востребовано. Но проблем с заказами на предприятии нет. А вот с испытаниями иногда бывают. Для общего дела президент готов предоставить даже личные сотки. Если вы захотите испытать на 5-8 гектарах, вот это все я вам почву у себя предоставлю. У меня 47 гектар и 2 десятых. Я все равно там возделываю картошку. Ну и в малых-малых объемах лук, свеклу, морковь и так далее. Можем попробовать. Вот где у меня пшеница в этом году 92 центнера была, 5 гектар, я взял, посеял. 92 центнера. Я и даже не думал, что столько. Гарантию даю, что будут делать все, как вы скажете. Ну и будут видны все ваши косяки. Поэтому думаем. Еще лучший результат работы виден в деле. В данном случае в поле. Инженер говорит одно, и заброл, и прочее. А мы должны посмотреть, как это будет на земле, на грешной земле. Проверим и положим. Правильно. Ну посмотрим, что у тебя чудо техники. Ну вот. Настолько ровно вспашка. Я отрагурирую на ваши замечания. Если подытожить, экзамен сдан. Самое время вернуться к деревообработке. Эту продукцию этот же предприниматель производит неподалеку, в Лиде. Вот пластиковое окно. Я его делаю. Можешь делать и дерево, да? Или только. Делай. Вот дерево. Вот деревянное окно. Посмотрите, можете открыть. А у тебя дома какое? Пластиковое? Экологичнее. Но конкуренцию проигрывают. Предложение бизнесменам. Ввести налог на переработку отходов для тех, кто производит изделия из пластмассы. До 1 января эту проблему. То есть на этот вопрос надо дать ответ. Чуть-чуть его поджать процентов на 10, чтобы не 30 было, а 15-20. И этих естественно. Деньги они заплатили, неважно. Пусть перестраиваются. Я же вот не зря тебя склонял к тому, к этой деревообработке. Вон ты лет, видите, лежат. Я же тебе не зря говорил, что мы тебе поможем. Вот если ты выберешь завод по деревообработке, я тебе помогу с этим заводом. Под установку оборудования я даже тебе на 3 года 3 миллиона долларов одолжу. На 3 года. И под оборот. Спасибо. Ты сказал, до 2 лет. Я хочу посмотреть, как частник сначала до конца это сделает. Но там, где я чаще могу побывать. Я понимаю вас. И я тебе обеспечу эту поддержку. Поддержка есть, но следом новая просьба. Уменьшить или снять оплату за сертификацию этой деятельности. Стоимость сертификата порядка 10 тысяч долларов. И сейчас этот вопрос в стадии обсуждения. Но президент, что называется, без цензуры. Ну не жлобствую. Я не жлобствую. Я все деньги, которые зарабатываю, поможем. До 1 января решим. Здесь тоже подожмем тебя, то есть поделимся. Я понял. Чтобы не 30 было. Я согласен. Я не жлоб. Я знаю. Я тоже с деревни знаю. Что 30 сказал, а в уме держу 15-20. Ну я тоже это имею в виду. Есть в деревообработке и более глобальная проблема. Производство не могут заказывать сырье небольшими партиями по оптовой цене. Чем меньше партия, тем дороже. И чем меньше производитель, тем сложнее ему конкурировать. Очень много непереработанного леса. Говорю, ну почему не перерабатываем? У нас что нет производства? Есть. Ну поезжай, посмотри. Поехал в Витебск. Приезжай. Я говорю, да вопросов нет. Элементарное, говорит, производство. А они мне за 5 лет 7 заводов. Так сгниет это все, что вы там повыпиливали. Все, в будущем году эти 7 заводов появятся. Надо, чтобы мотивировать людей заниматься деревообработкой. Для чего лес выращиваемый. Однако успешное производство, как и деревообработка, сегодня лишь в частности. У визита президента в небольшой район Гродненской области цель более масштабная. Почему я приехал в Ивне? Сотниным, может быть, раз пролетал на районе Ивневском. И ни разу не приземлялся в город. Но я очень переживаю и боюсь за большую ошибку в Гродненской области. Когда все губернаторы топтались там, на западе. Гродно, вот эти основные мосты, Берестовица, Шурчин там рядом. Отчасти Волковыск, да. Вот они все там. А где-то далеко этот островец, ну, благо станцию атомную начали строить, то тому краю даем развитие хорошее. А Ивьевский район, ну да, Кареличи еще тут. Но как-то меньше внимания всегда уделяли этому району. Этим самым я хочу показать, начиная с Ивья, что окраины губернии, любой губернии, это тоже районы, которые должны развиваться как следует. Вот мы юго-восток Могилевской области взяли, ветку восток Гомельской у него области. Что касается юга пострадавшего в Гомельской области, так мы там уже все дороги протоптали. А вот такие районы, как Ивья или, допустим, Глуск в Могилевской области, я тоже туда хочу поехать. Или на севере Кополь есть в Минской области, я тоже туда поеду. Сейчас я пройдусь по этим районам, которые, ну, как ты говоришь, невалообразующие, которые где-то там, ну ладно, никто внимания не обращает и так далее. Но там-то наши люди живут. И президент отмечает, глядя с высоты, особенно в период уборочной кампании, хорошо видны недостатки. В районе собрали почти весь урожай, но только возделана не вся земля. Причины не в бесхозяйственности, а в особенностях местности. Некоторые поля частично болота. Надо вернуться к этому вопросу, потому что у него огромные площади, но они просто... А с другой стороны... И правильно он говорит, поле по краям убрали, даже травы, а в центре не могут влезть. Или поле наполовину убрали, видно, порезали тракторами, там в пленку завернули сенаж. А половина поля в центре не убрана вообще. Поэтому надо миллиораторам поставить задачу, пусть они изучат здесь ситуацию. Это возьми на контроль. А так начальники услышали, я уеду, забуду. Это ты должен взять на контроль. Миллиорация должна в этом уже году сделать определенные выводы, чтобы в будущем году как-то тебе помочь в этом. Зерно, которое не удалось собрать из-за погоды, необходимо восполнить кукурузой. Но подойти к этому вопросу президент просит разумно. Что-то пойдет в закрома, госзаказ по прогнозам будет выполнен, остальное в почву. Останется и в областных резервах. Хорошая урожайность у свеклы, у картофеля и даже у льна. В этом году хороший лен, 7 тысяч гектар. Урожайность почти в два раза больше льна, льно-трестное, чем было в прошлом году. Ты весь лен переработаешь, льно-тресту всю переработаешь у себя. У меня есть два завода новых, современных, они модернизированы. Давайте договоримся. Когда закончат в Беларуси стеребление льна полностью, 100%, мне запланируется в эту неделю, в ту неделю, ну это через неделю где-то будет, может к концу августа, в Кареличе и Дятлово, два льнозавода, чтобы я побыл там, и мы поговорим о первичной переработке льна. Есть повод поговорить об изделиях из льна. Но это уже в другой локации. Ивьевский центр культуры и досуга – главная площадка для местных творческих коллективов и ремесленников. Кстати, масштабы их творчества местом проживания не ограничены. У нас здесь в учреждении работает 20 творческих коллективов. Четыре из них носят звания народные. На базе нашего учреждения проводят репетиции детский театральный коллектив. И мы хотим вам сегодня показать, открываться со спектакля. Название спектакля Ивьевской детской школы искусств никто не поверит, как бы намекает, где зарождаются будущие звезды большой сцены. А еще я точно знаю, что сейчас самое время пола. Сначала их нужно достать, а у тебя нет окроны. Сам утром сказал. Среди народных, но местных – ансамбль «Чабарок». Комментарии, как говорят, лишние. Ты девка белая, с белой ягоды, Ой, пора, с ним пояга ты. Молодцы! Спели очень хорошо. А детишек ваших можно сразу в академию направлять, учиться, если у них будет желание. Дальше – больше. Самобытные народные промыслы, вышивка и пряжа. И все это местные ремесленники, которые не только сохраняют национальные традиции, но и передают их своим ученикам. А шерсть овечек? Овечек, овечек. Местных овечек, да? Да, да, местных овечек. И вышиваю, и вяжу, и пою. И скала, вот еще это мое скала. Это ценность. А сейчас дети, может, они не будут этим заниматься. Повзрослеют, появятся свои дети, вернутся к этому. Нет, приходят сюда, приходят и домой приходят, интересуются, вязание интересуются. И вышивка. Здесь же бондари и мастера кукольного дела. У стенда с куклами, кстати, оказалось, что женщине-руководителю уместно подарить не традиционную или обрядовую куклу, а бабу-ягу. Превратный смысл здесь – стереотипы. Вообще, у каждого агрогородка в Ивьевском районе есть и свои ремесла, и даже брендовые мероприятия. Проходит фестиваль «Ивьевские помидоры». Видим. Показывали ваши там мои помидорные. Да, да. Я не знал, что действительно здесь край помидоров. Ну вот, у нас был конкурс букетов с помидоров. Вот они представлены. Великан помидор. 985 грамм в этом году у нас завесил великан помидор. Его показывали по телевизору. Да. Вырастили тот самый килограммовый помидор вот на этом участке. Айша Ибрагимовна после этого стала местной знаменитостью и надеется еще побить собственный рекорд. Там был 985 грамм. Мне дали первый приз. А этот может уже и победит еще и больше. В Ивье работать на земле приучают с детства. Район даже в шутку называют овощным раем. Теплицы здесь в каждом дворе. Для местных жителей это основной заработок. Принято считать, что лидеры в томатном деле – местные татары. Они поселились на этих землях еще в 14 веке. Вокруг Ивья не татары живут. Поэтому вот сколько много теплиц, посмотрите, всюду. Всюду. Перенимают от нас опыт. Помидоры неприхотливы в уходе. Да и сезон в местных теплицах длится до первых морозов. Урожай в этом году хороший, правда, поэтому помидоры подешевели. Всего 50 копеек за килограмм. Значит, такая коробка обойдется в 10 рублей. Отчасти поэтому здесь решили перенять испанскую забаву – битва помидорами. И ввели новую традицию – гостей без помидоров не отпускать. Зеленый помидор. Ну да, сорт такой. Да, я вот сорт такой. Ред, ты уже отобрала самое хорошее. Спасибо. Спасибо. Но и на этом местные таланты не закончились. Президента удивляли и плетением из соломки, и подарками из нее же. Я хочу вам подорвать наш белорусский. Точно. Самое, что было волнительно уже этой празднике – подойдем вам. Подышем. Подышем. На эту шляпу мастер потратила три дня. А вот на этот замок ушло два месяца кропотливой работы. И кажется, этот смотр талантов можно было продолжать бесконечно. Но на улице в ожидании президента уже собрались едва ли не все местные жители. Такие стихийные встречи становятся традицией. И вполне логично, что впечатление президента от посещения Ивья первыми слышат те, кто здесь живет. Честно вам скажу, вы меня удивили приятно. Я думаю, приеду сейчас в Ивье. Приеду сейчас в Ивье. А там дремучая какая-нибудь деревня или захудалый город. Слушайте, я когда приехал на этот курорт, когда я увидел, я губернатору говорю, ну ты вообще молодец. И это же не сделаешь к приезду. Оказывается, вы пережили нашествие уборочной кампании. У вас были дожинки. И вот после этого остался такой центр, да и городок. С другой стороны, я же знаю, что здесь наши младшие братья живут. Татары, мусульмане там и так далее. Я думаю, надо посмотреть, а мирно ли они живут. Поэтому вы смотрите, не обижайте меньшин, братья. Ни в коем случае. Только одна мне к татарам претензия. Рожаете мало. Ну куда это угодно, 800 человек. Надо помидоры помидорами. Это не побежает. Детей кормить помидорами будем. Поэтому, ну хотя бы троих в семье надо иметь. Я часто говорю людям, не рвитесь куда-нибудь. Не ждут нас там. Время сейчас такое, что оторвешься от своей земли, приземлиться нельзя. Поэтому берегите себя, берегите своих детишек. Мы будем стараться помогать вам, чтобы вы рабочие места создавали. У вас есть где работать. Надо только, чтобы было желание работать. Никто ничего не принесет и никто ничего не даст оттуда. Надо своими ручками все заработать. И не мне вам говорить, вы люди трудолюбивые. Я знаю, что такое вырастить помидор. Вот я второй раз за последнюю неделю попадаю в рай. Один раз в старых дорогах, тоже самый такой лесной наш район. Слушайте, на курорте люди живут как-нибудь. Поэтому спасибо вам за то, что вы крепкие люди. Я теперь могу быть спокойным. Может быть, встретимся в ближайшее время. Что встретимся, это точно. Не знаю, только это будет очень. Ну вот, наверное, если пригласите. Спасибо. Интересная история. Уже по дороге к кортежу к президенту выбежала девушка. Она мечтала встретиться с Александром Лукашенко с 4 класса. И даже приглашала его в этом году на свой выпускной. Но он был в командировке. Мам, может, вы помните, что меня зовут? Меня зовут Исфир. Александр говорит, что мы же... Это та девушка? Мы приглашали на выпускной президента. Теперь эту историю можно назвать хэппи-эндом. Ивьевский район один из самых маленьких в Гродненской области. Его население всего 23 тысячи человек. Но, как стало понятно сегодня, это не может быть преградой ни для экономического развития, в том числе для создания здесь уникальных производств, ни для развития творческого потенциала. А что до праздника помидора, который в этом году сделал Ивье знаменитым на всю страну, то приглашают сюда каждый год не только президента, а всех желающих. Наталья Стельмах, Надежда Завиновская, Игорь Туры, Дмитрий Буй. Наши новости. Гродненская область.